Девушки отдыхают Я прошу сейчас спеть следующим образом Никаких эмоций, повторяю, никаких эмоций Только одна сплошная технология Что я имею ввиду? В первую очередь, а, звук Второе, слово И третье, вокальная линия, при которой все гласные подровнены Местные задачи Ты свечи ровная, широкая красота Девушки отдыхают Девушки отдыхают О тихо, как Отлетая И вот слава Богу, последние три года вы к нам приезжаете регулярно, ежегодно. Это просто такой подарок. Это и для нас подарок, потому что, знаете, в Челябинске хоровое движение не оскудело. Вот это самое дорогое, потому что здесь есть подвижники, которые работают с хорами, которые делают, понимаете, ну, Стрельцов все-таки, Валерий Дмитриевич, Михальченко. Это же все знаменитые фамилии, которые не пустой звук для всех. Поэтому, конечно, приезжать сюда одно удовольствие. А это профессиональное внимание, вот что очень дорого. Поэтому, когда в таком внимании купаешься, конечно, это, во-первых, накладывает на тебя ответственность по поводу танцевального концерта. А во-вторых, конечно, это просто дорого. Просто дорого такое внимание. Сразу говорю, готовлюсь. Коженный раз. Я отвечу так иносказательно. Вы читали Лермонтова «Герой нашего времени»? 18 лет или раньше? Раньше. Потом перечитывали? Нет, жаль. Я, «Герой нашего времени», примерно, ну, раза четыре прочел за свою долгую жизнь. Я каждый раз хочу заново открывать для себя произведение. Что поим? Все? На, три. Ей. Вот это разговор. И теперь мы. Буклу песни, пожалуйста, все время думай, думай, думай. И еще одно, и еще одно. При всей той технике, которой я сейчас говорю, о которой говорю сейчас, мне нужна от вас, от вас не угрюмая, понимаешь, это подневольный раб поет, а мне нужна Созидатель вместе с ними. Они созидают. Ясно говорю, да? Вот Созидатель. А почему все к ней ваше новость? А почему? Вы знаете, я думаю, что в этом виноваты. А. Папа с мамой. И Б. Я родился очень давно, ведь, знаете, тогда химии не было. Тогда был навоз. Тогда был навоз. Поэтому... Просто если вы это не помните, но читали, наверное, в начале 30-х годов был голод. То, что называется таким словом голодомор. Слово глусное, но я родился в 29-м. Поэтому я как раз это время захватил. Что касается зала. Помните у Пушкина. Я нынче должен быть уверен, что завтра днем увижу вас. Поэтому всякое подтверждение твоей профессиональной себестоимости никогда артисты не лишний. Поэтому они сегодня, как я понимаю, купались в таком внимании зала. Вот что для них было сегодня важно. Но я надеюсь, что залу тоже было полезно что-то услышать от того, что мы делаем. При том, что эта акустика изумительная. Здесь просто одно наслаждение петь. А у знак начатых стих Не дочитанных значей Бух далеко улетает Во-первых, я должен поблагодарить Челябинскую филармонию, Ее руководство за то, что Это руководство сделало Замечательный фестиваль хоровой музыки. Вот это, знаете, перед этим надо снимать шляпу. Потому что Этот жанр Находится В некотором, так сказать, Небрежении У власти. И поэтому, когда Я вижу, что Челябинская филармония Делает такой фестиваль Приглашает иностранные хоры Повторяю, надо снимать шляпу. Это замечательное дело. Замечательное дело. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я желаю руководителям хоров, Челябинской, Челябинской области Прежде всего, здоровья. Затем терпения. И, конечно, ПОБОЛЬШЕ ГОРЯЩИХ СЕРДЕЦ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПЕТЬ Во что бы то ни знало. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ БОЛЬШЕ ГОРЯЩИХ СЕРДЕЦ 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 Продолжение следует...